Чтобы вскипятить воду, испечь хлеб, построить дом, то есть произвести любую вещь, нам необходима энергия. Вы задумывались над тем, сколько энергии потребляете в сутки? Спрос на энергию растет во всем мире, но ведь запасы ископаемого топлива не бесконечны. Где мы будем брать энергию завтра? Очевидно, что будущее человечества напрямую зависит от того, научимся ли мы получать столько энергии, сколько нам необходимо. В пользу экологии и энергоэффективности. Мы выбрасывали в атмосферу порядка полутора тысяч миллиграмм на метр кубический. После введения новых электрофильтров на всех блоках, мы выбрасываем порядка 300-400 миллиграмм. На Экибастузской ГРЭС-1 запущена масштабная программа модернизации и расширения мощности. Наш прежний блок 500 мегаватт теперь станет 550 мегаватт. Павлодарский школьник знает, как предотвратить экологическую катастрофу при разливе нефти. Благодаря ее маленькой плотности, она всплывает наверх и хорошо связывает нефть. И поэтому ее легко собрать и в отдельности следов. Расскажем о химическом веществе Артема Федоровского, которое безопасно ликвидирует частицы ГСМ. Сэкономить не ограничивая. В Караганде внедрили систему умных насосов. Они позволяют подавать холодную воду в многоэтажки горожан круглосуточно, при этом потребляют электроэнергии меньше обычного. Энергия будущего прямо сейчас. Ежегодно в атмосферу выбрасывается 250 миллионов тонн пыли, 145 миллионов тонн двуокиси серы, миллион тонн соединений свинца, десятки тысяч втористых и хлористых соединений. А потом этим мы дышим. У нас появляются различные заболевания. Приходим к доктору и слышим. Экология нынче не та. Чтобы изменить ситуацию, разрабатываются и утверждаются экологические кодексы и законы. Казахстанские ученые перенимают зарубежный опыт по внедрению зеленых стандартов. В стране строят энергоэффективные сооружения и запускают экологический транспорт. Огромный шаг в области улучшения экологии сделала Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова. На тепловой станции установили инновационное оборудование. Тепловая электростанция находится в 20 километрах от Экибастузы и считается самой крупной в Казахстане. Рядом искусственный водоем, который подпитывается из Иртышского канала. Станцию построили в начале 80-х прошлого века. В советское время дым из этих труб был виден отовсюду. Можно представить, сколько вредных веществ тогда выбрасывалось в атмосферу. Сегодня все изменилось. Электрофильтра служит для очистки газов. После ввода электрофильтров, если раньше у нас была мокрая ступень удаления очистки газов, мы выбрасывали в атмосферу порядка полутора тысяч миллиграмм на метр кубический загрязнение. Это твердых веществ, это золы, это золоулавливание. После введения новых электрофильтров на всех блоках, мы выбрасываем порядка 300-400 миллиграмм на метр кубический. Это значит наше улучшение экологии. Это для будущего поколения. Будет чем дышать, так сказать. Технология очистки воздуха проста. Фильтры установили между котлом и дымовой трубой. На них подается напряжение и за счет намагничивания. Твердые частицы прилипают к электродам. После чего происходит стряхивание, сдувание и транспортировка. Назоло-апвар. Электричество станция получает за счет воды и пара. Воду доводят до кипения, она превращается в пар и заставляет крутиться турбину, на которой расположен генератор. Это такой пар, который глазами не видно. Но если вы представляете чайник 100, то 545 представляете. Вот такие параметры с нашего котла выходят. Мощной станции на сегодняшний день 3 миллиона киловатт электричества в час. Этого хватает, чтобы снабдить энергопродуктом часть Казахстана, а излишки продать соседям, в частности в Россию. Для сравнения, город с населением в 300-400 тысяч жителей потребляет 150-200 мегаватт в час. Процесс производства электричества должен быть непрерывным. Сейчас в работе тепловой станции 6 блоков, один в резерве. Чтобы обеспечить бесперебойность процесса, ежедневно на станцию подвозят 420 вагонов угля. Его используют для нагрева воды. После установки нового оборудования производство стало легче. До этого были у нас все приборы механические, а сейчас все на компьютере. Машинист управляет мышкой, смотрит за компьютером, за режимом. Это очень обобщает труд машиниста-энергоблок. Важную роль на станции выполняет цех химической очистки воды. Известно, что в процессе постоянного нагрева, например, воды в чайнике, на его стенках образуется накипь. При нарушении технологии эксплуатации твердые отложения на поверхности оборудования могут вывести из строя все системы. Значит, воду надо фильтровать. Раньше, чтобы получить необходимый состав H2O, приходилось использовать реагенты в огромных количествах. Это смолы, кислоты, щелочи. На объект их привозили тоннами, что, естественно, неблагоприятно сказывалось на окружающей среде. Сейчас очищают воду механическими фильтрами. Это экономично и экологично. Стоимость проекта по замене оборудования в цехе химводоочистки оценивается в 3 миллиарда тенге. Химический цех нашей станции был переведен на новые технологии абсолютно, на мембранные технологии взамен и он обменным смолом. После модернизации, ну, во-первых, химводоочистка у нас работает в автоматическом режиме полностью, управляется вот с мониторов. Процесс модернизации на станции идет уже несколько лет. Заменить одномоментно все котлы и агрегаты сложно. Сейчас завершают восстановление блока номер 2, который простоял больше 10 лет. Его также оснастят высокоэффективным электрофильтром нового поколения со степенью золоулавливания до 97%. Самые сложные годы для станции 1991-1996, когда практически вся эта махина простаивала. Если сегодня все гудит и шумит, тогда стояла гробовая тишина, рассказывают старожилы. Чтобы гигант реанимировать, было принято решение продать станцию американцам. Спустя 12 лет экибастузскую ГРЭС-1 выкупила казахстанская компания Самрук Энерджи. Новые владельцы обновили оборудование и компьютеризировали рабочий процесс. Все это принесло свои плоды. Вредных выбросов в атмосферу стало меньше и повысилась выработка электроэнергии. В связи с этой модернизацией наш прежний блок 500 мегаватт теперь станет 550 мегаватт. И при том же количестве обслуживающего персонала на 50 мегаватт вырабатывать больше. Электроэнергия. Артем Федоровский, ученик выпускного класса Назарбаев интеллектуальной школы в Павлодаре. Рассказывает, тяга к химии у него не просто с детства, она в крови. Родители Артема преподаватели этой науки. Недавно юноша вывел вещество, которое способно предотвратить экологическую катастрофу. Идея этого вещества возникла у меня, когда я в интернете нашел новость об открытии шведскими учеными нового ацербента. Он обладал уникальными свойствами и его открытие привела обыкновенная ошибка. По словам школьника, он немного изменил методику получения этого ацербента, чтобы уменьшить влияние опасных веществ во время производства и синтезировал свой образец в школьной лаборатории. К примеру, я только что продемонстрировал процесс разлива нефти и возможного уменьшения последствий этой катастрофы. И сейчас я хочу показать, как легко собрать данное вещество. То есть, благодаря его маленькой плотности, оно всплывает наверх и хорошо связывает нефть. И поэтому его легко собрать, и в воде не остается следов, что очень важно для экологии. Простая технология может дать большие результаты, рассказывает 12-классник. Вся суть, в принципе, впитывание. Он обычен для всех ацербентов. Благодаря своей поверхности вещество связывает молекулу нефти. Мы обнаружили, что поверхность этого нового вещества, она очень большая, так как представляет собой губку. И вот с помощью этой поверхности это вещество может впитывать большое количество нефти. Но самым интересным оказалось то, что получить его не очень сложно. Для этого можно использовать доступные соединения, и затем его можно вторично использовать. По мнению специалистов, данная разработка актуальна не только для Казахстана. Вопросами ликвидации загрязнений при разливах нефти и разработке безопасных технологий сборы углеводородов озабочены во многих странах. Создание вещества, способного очистить окружающую среду от этих разливов, это очень актуально. И в нашей школе есть оборудование необходимое для такого исследования и для получения этих веществ. Ну и ученики, которые стремятся этим заниматься. По словам разработчиков, производство данного ацербента недорогое. Еще один плюс – вещество можно использовать повторно. Проект уже заинтересовал отечественные нефтедобывающие предприятия. Сейчас школьник задумался над тем, как собрать нефть не только с поверхности воды, но и осевшую в глубинах. Дорогая, но экономная. На смену привычных лампочек Ильича уже давно стали приходить энергосберегающие. Одна люминесцентная лампа в год экономит примерно до 900 тенге. Между тем светодиодная стоит дороже, но сэкономить позволяет в два раза больше. Еще одна проблема – это нынешняя система электроснабжения. Далеко не всегда ее работа стабильна. Перепады напряжения сказываются на всем. Решать все проблемы сразу смогли в Караганде. Местный завод производит не только экономные источники света, но еще и неприхотливые. Процесс изготовления светодиодных ламп непрост. Важна каждая мелочь. Точности добиваются при помощи специального оборудования. Собирают крупные элементы и в целом проверяют результат вручную. Между тем, нестабильное напряжение в сетях приводит к перегоранию большинства электроприборов. Решить эту проблему взялись специалисты Карагандинского завода по изготовлению светодиодных ламп. Применение таких образцов в быту позволяет всегда хорошо освещать помещение, независимо от напряжения в сети. На сегодняшний день у наших светильников входное напряжение в диапазоне от 85 до 305 вольт светильник работает. То есть, неважно, что 85 вольт на входе, что 220 вольт номинал, что 305 вольт, он будет на выходе давать определенное напряжение постоянно на светодиоды. И он будет одинаково ярко светить, что при 805, при 305, при 110 вольт одинаково ярко будет светить на выходе. Как правило, света от энергосберегающей лампы примерно столько же, сколько от обычной, но расход энергии в 4-5 раз ниже. Лампы Ильича, по сути, являются нагревательным элементом в большей степени, нежели осветительным прибором. Только 5% потребляемой электроэнергии идет на освещение, остальное на выделение тепла. Светодиодные лампы – это ноу-хау последних лет. Они потребляют электроэнергию в 3-4 раза меньше, чем энергосберегающей, и в 15-20 раз меньше, чем лампы накаливания. При правильном использовании светодиоды работают до 100 тысяч часов, то есть почти 12 лет. При этом силы излучаемого или светового потока сопоставимы с традиционными лампами. На сегодняшний день светодиодное освещение – самое энергоэффективное освещение, которое есть в мире. Оно в разы меньше потребляет электроэнергии. С лампами накаливания примерно до 15 раз меньше. С газоразрядными лампами до 5 раз меньше потребляет электроэнергии. При этом достаточно высокий срок службы. Устанавливать светодиодные лампы выгодно, подсчитали специалисты отрасли. Чиновники эту идею взяли на вооружение. За 6 лет энергопотребление в Казахстане хотят снизить на четверть. Произойдет это отчасти потому, что уличное освещение в городах и селах переведут на светодиодное. Это уже позволит сократить потребление электроэнергии в масштабах страны на 60%. Между тем, стремиться к энергоэкономии могут и сами карагандинцы. Программы модернизации ЖКХ уже частично содержат энергоэкономию. Энергоэффективный дом – это не просто какая-то сказка, это какой-то там прожект. Это реальная возможность, во-первых, получать более качественную услугу, во-вторых, платить ровно столько, сколько ты потребляешь, а не обогревать воздух, за который тебе и выставят счет в конце. Полная замена устаревших осветительных приборов в домах, офисах, на торговых площадях и улицах может привести к 80% экономии электроэнергии. При условии окупаемости инвестиций в период от 2 до 5 лет, говорят специалисты. Возможности современной светотехники позволяют многократно снизить издержки в потреблении электроэнергии. Только возможно все это при комплексном подходе, а не только замене лишь одной составляющей. Датская компания собирается расширить список ставшего привычным электротранспорта и заявляет о разработке ни много ни мало самого компактного в мире складного электромобиля. По словам разработчиков, в актуальной версии прототипа используется электродвигатель мощностью 500-700 Вт, позволяющий разгонять электросамокат до 20 км в час. При этом запас хода от одной зарядки составляет 15 км. Одного кВт часа энергии достаточно для пробега до 70 км при полной загрузке. Главная фишка электросамоката – его компактность в свернутом виде. В Сербии теперь растут необычные деревья, а недалеки от привычного понимания вместо зеленых листьев на них солнечные батареи. Проект разработали студенты-предприниматели для демонстрации преимуществ возобновляемых источников энергии. Новинка пользуется большой популярностью у прохожих. Панели солнечных батарей, установленных на стенде, расположены под определенным углом, что позволяет им использовать больше солнечной энергии. Конструкция выводит энергию от батареи на выходы USB для зарядки устройств, на информационные LCD-экраны, обеспечивает ток воды для животных и питьевой воды для человека, доступ к Wi-Fi и ночное освещение. Одно такое дерево состоит из семи солнечных панелей, которые генерируют 1,4 кВт электричества. Этой энергии достаточно для работы 35 ноутбуков. Уникальная велодорожка появилась в Нидерландах. Она состоит из солнечных батарей. Запланировано, что в будущем большая часть дорог страны будет выполнена из энергоэффективного покрытия. Длина первого участка составляет 70 метров. Генерируемой энергии достаточно для обеспечения электричеством нескольких домов. Конструкция велодорожки проста. Бетонные плиты с солнечными панелями защищены закаленным стеклом. В светлое время суток такая дорога вырабатывает энергию, которая затем может быть использована для освещения улиц или работы светофоров. К 2016 году протяженность солнечной велодорожки увеличит еще на 100 метров. Снабдить всех жителей холодной водой в час пик непросто. За утро и вечер разбор равен примерно полусуточному. Между тем доставить воду всем и сразу, при этом еще и сэкономить, предлагают зарубежные разработки. Именно европейский опыт энергоэкономии внедряют в Казахстане. Ориентироваться надо на самых проблемных потребителей. Если в часы пик удалось доставить воду именно до них, то значит у остальных холодной воды будет предостаточно. У нас эти проблемы более ярко выражены. И эти продукты, которые мы сейчас предлагаем здесь, на нашем казахстанском рынке, они востребованы в Европе тоже. То есть, как пример, мы воспринимаем европейские сети, системы ЖКХ-подход, как нечто совершенное. Но я могу привести пример, что даже в той же самой Европе в среднем потери воды, то есть те самые утечки, составляют 10-20%. Нечто подобное уже внедрено в Караганде. Водоснабжающая компания поэтапно модернизирует свои насосные станции. Здесь хоть и шумно, но разговаривать между собой можно. Раньше работа двигателя заглушала все остальные звуки. Новое оборудование, кстати, не требует постоянного наблюдения. За всем следит оператор в отдельной комнате. По показаниям на мониторе он видит, куда и сколько воды утекло, какое давление в трубах и какие насосы работают. В работе насосной станции находятся три насоса-агрегата. В данный момент работает один насос-агрегат. При увеличении расхода воды включается в автоматический режим второй насос-агрегат. И давление на нагнетание остается одно и то же, две атмосферы. В сутки у нас насос станции выдает около 16 тысяч кубов. Это оборудование рассчитано на 20 лет бесперебойной работы. Обновили не только трубы и насосы, но и электропитание, трансформатор и сделали ремонт помещений. Теперь система функционирует так, что исключены гидроудары при включении насосов. Новое оборудование оказалось намного экономичнее, менее громоздкое и с двухлетней гарантией. Все управление доверили компьютеру. Специальная программа следит за давлением в сети, сама включает и выключает насосы. Экономия в электроэнергии ощутилась сильно. В данный момент двигатель у нас 160 кВт, а в рабочий режим его 78-80 кВт. В ночной режим он уходит, как говорят, спяще. Он вообще идет обороты и уходит до 3-5-10 кВт. И от этого зависит экономия электроэнергии. Значит, раньше у нас были двигатели по 160 кВт, они работали 24 часа, 160 кВт давили, работали. А сейчас уже уходит до минимума. Это зависит от разбора воды. Закон об энергосбережении и повышении энергоэффективности обязывает крупные предприятия проводить энергоаудит и внедрять энергосберегающие технологии. Многие из них предлагаются на различных выставках, посвященных Экспо-2017. К тому же, такого рода модернизации выгодны и самим предприятиям, уверены чиновники. Насос у вас постоянно поднимает давление. Все время держит это давление, большие затраты. Или это черпили, которые поднимают, удерживают, потом они выходят на халостный вход, выключаются. Соответственно, нет затраты электроэнергии, соответственно, снижение себестоимости. У вас больше денег. Программа энергосбережения 2020 в социальной сфере обеспечит последователям проживание в комфортных условиях. Нынешние вложения позволят в будущем предотвратить излишние расходы на коммунальные услуги.